Добрый день, уважаемые родители, бабушки и дедушки. Мы продолжаем наш курс по рассказу о проблемах у детей. И, как я вам обещал в конце нашей предыдущей встречи, мы сегодня поговорим о таком интересном методе, очень действенном методе лечения, как крайнеросакральная терапия. В продолжении нашего рассказа вы получите ответы на те вопросы, которые поступили нам за неделю. Итак, что же такое крайнеросакральная терапия и почему она очень эффективна именно при лечении детей с тяжелой патологией в родах? Дело все в том, что человек живет по определенным биологическим ритмам. Два ритма вы знаете очень хорошо. Это сердечный ритм, который постоянен, который мы определяем по ударам пульса, по сокращению сердца. И, в принципе, мы знаем его примерную норму, плюс-минус где-то 70-75 ударов в минуту. Если происходит нарушение этого ритма, то в организме есть какая-то патология. Мы этот ритм восстанавливаем препаратами, упражнениями, и патология, в общем-то, проходит. Следующий ритм, в котором живет человек, это ритм дыхательный. И мы тоже знаем, что количество дыхания в минуту достаточно постоянно, где-то плюс-минус в районе 20. И если есть какие-то проблемы, то этот ритм нарушается. Мы убираем проблемы, восстанавливаем ритм, и организм продолжает существовать дальше. Но помимо широко известных нам ритмов, есть еще один ритм, который определяет практически деятельность внутренних органов и систем. Это ритм движения спинномозговой жидкости. И вот здесь мы приходим к изучению и определению крайне сакральной системы. Дело в том, что человеческий организм функционирует во многом благодаря движению спинномозговой жидкости, которая омывает практически все органы и системы человеческого организма. Как это происходит? В человеческом организме есть определенная система, которая начинается от второго крестцового позвонка и проходит внутри спинномозгового канала вверх через весь позвоночник, дальше входит через основание черепа, внутрь черепа, и верхняя граница этой системы – это кости черепа. Так вот, эта единая система получила название по своим начальным и конечным точкам. Краниум – это череп, сакрум – это крестец, отсюда краниум – сакральная система. Система, соединяющая кору головного мозга, череп и крестец. Спинномозговая жидкость движется по этой системе медленно снизу вверх, и это осуществляется примерно как в гидравлическом насосе, как в гидравлической системе. По мере поднятия этой жидкости, она всасывается и направляется к различным органам и системам, а клетки, выстилающие спиной мозг, эту жидкость вырабатывает снова. Таким образом, она постоянно находится в организме, и движение этой жидкости определяется определенным ритмом. Этот ритм примерно 6-8 движений в минуту, и он очень постоянный. Нарушение каких-то функций в человеческом организме на уровне любой органа и системы приносит сбой в этом ритме, в крайнеосакральном ритме. И доктор, крайнеосакральный терапевт, занимающийся лечением, восстанавливает этот ритм, и таким образом спинномозговая жидкость поступает к органам и системам, имеющим какие-то патологические нарушения, их восстанавливает. Вот на этом построено лечение, называемое крайнеосакральная терапия. Как доктор работает? Он работает, воздействуя на определенные участки организма пациента, улавливает этот ритм, и в случае его нарушения пытается этот ритм восстановить. В этом и заключается искусство крайнеосакрального терапевта. Кора головного мозга устроена достаточно сложно. И сверху крайнеосакральную систему ограничивают три оболочки мозга. Это самая наружная твердая оболочка, средняя паутинная и самая внутренняя, мягкая. Между ними располагаются полости. В этих полостях скапливается спинномозговая жидкость и скапливается лимфатическая жидкость, лимфа. Они создают определенное давление, которое достаточно постоянно. Изменение этого давления приводит к состоянию, которое так и называется, повышению внутричерепного давления, которое и оказывает свое отрицательное воздействие на различные центры коры головного мозга. И, соответственно, те проблемы, которые связаны с повышением внутричерепного давления, они и возникают при нарушениях движения спинномозговой жидкости. Соответственно, мы, может быть, вы слышали, может быть, сталкивались с ситуацией, когда повышением внутричерепного давления является, с одной стороны, следствием возникновения каких-то заболеваний, связанных с родовыми травмами и с любыми изменениями в крайнюю сакральной системе. Соответственно, это влечет за собой и головные боли, и нарушение зрения, и нарушение других различных состояний, связанных с сосудами головного мозга, и с питанием отдельных участков коры головного мозга, отдельных центров коры головного мозга, и достаточно большой спектр последствий такого состояния. Кроме оболочек, структуры коры головного мозга соединены различными полостями. Всего крупных полостей в коре головного мозга четыре. Они так и называются, четыре желудочка. То есть это полости, соединенные между собой определенными протоками, и в них располагаются с определенным давлением спинномозговая и лимфатические жидкости. И вот изменение этих протоков, соединяющих вот эти желудочки, влечет за собой изменение структуры коры головного мозга. В том числе и даже изменение роста головы. И если происходит спазм или сжатие по каким-то причинам этих протоков, возникает состояние, которое называется микроцефалия. То есть уменьшение объемов головного мозга, уменьшение объемов головы, и ребенок начинает отставать в физическом, психомоторном развитии, не развиваются или развиваются с очень большим отставанием определенные функции, которые должны быть у человека. И таким образом мы видим заболевание, требующее определенной коррекции. И наоборот, если эти протоки расширяются, то заболевание выглядит как гидроцефалия, то есть увеличение объема головного мозга, увеличение костей черепа, у ребенка непропорционально большая голова, и, соответственно, последствия, в принципе, примерно такие же, нарушения развития определенных функций и так далее, и так далее. Значит, можно ли этим это лечить, можно ли это корректировать? Можно, благодаря восстановлению крайне сакрального ритма. Ну, понятно, что любое лечение эффективно прежде всего тогда, когда оно комплексно, потому что мы не только должны восстановить ритм, не только должны дать возможность нормально функционировать органами, системам, но и убрать те последствия, которые уже налицо, которые уже появились у ребенка, которые уже развились. Поэтому лечение должно быть направлено на устранение первой причины, и второе его последствия этой причины, то есть определенные клинические симптомы. Чем интересна, чем хороша крайне сакральная терапия? Это как раз тот случай, тот метод, который заставляет организм работать непосредственно на лечение самого себя. То есть восстановление крайне сакрального ритма влечет за собой определение организмом наиболее проблемных мест в самом организме и крайне сакральная спинномозговая жидкость прежде всего направляется туда к тем органам, которые страдают больше всего, которые организму нужно восстановить, необходимо восстановить для полноценного лечения. Таким образом, если, скажем, у ребенка, пациента, неважно, может быть, взрослый человек, несколько симптомов, несколько очагов заболевания, несколько нарушений, то прежде всего будет проходить то, что организму важнее в данный момент. И иногда клинически это не проявляется или не можно даже не обратить внимания на ту или иную патологию, на ту или иную симптоматику, а спинномозговая жидкость будет стремиться восстановить именно ту патологию, потому что она более опасна для организма. Таким образом, эта методика позволяет организму конкретно заниматься лечением самого себя и устранением той проблемы, которая организму более необходима. И только потом начинает проходить ситуация, которая вроде на первом этапе проявляется. Чтобы вам было понятно, приведу один клинический случай своей практики, когда ко мне пришел пациент, страдающий заиканием, и мы начали лечить, и заикание никак не проходило, и когда я через несколько сеансов спрашиваю пациента, скажи мне, что же в твоем организме ничего не меняется, он мне говорит, совершенно неожиданно для меня, ну вот у меня был еще колит, который меня беспокоил, но я не говорил об этом, потому что мне это я лечил сам, старался вылечить без вашей помощи, мне это было неактуально на тот момент, так вот этот колит прошел, то есть к чему я это говорю, и только потом стал проходить, стал улучшаться процесс заикания, то есть стала восстанавливаться полноценная речь, для организма сильнее, важнее было вылечить его кишечник, и крайне усакральная терапия как раз привела к излечению в том порядке, в котором для пациента это было более жизненно важно, поэтому не надо переживать и не надо волноваться в том случае, если первые сеансы крайне усакральной терапии не приводят к какому-то положительному результату сразу в организме, это значит, что в организме идет работа, идет лечебная работа. Как работает специалист крайне усакральной терапии? Ну, прежде всего, он должен очень хорошо чувствовать, уметь чувствовать крайне усакральный ритм, и дальше он своей энергией восстанавливает этот ритм, направляя его в том режиме, который данному организму свойственен, и действительно, такие специалисты должны быть очень хорошо подготовлены, очень хорошо уметь делать то, что они знают, поэтому старайтесь обращаться к специалистам, которые зарекомендовали себя, как действительно профессионалу своего дела. на этом сегодня мы лекцию нашу заканчиваем. Задавайте вопросы, задавайте направления, может быть, у вас есть какие-то пожелания, что бы вы хотели услышать прежде всего, а на следующем занятии мы продолжим говорить о патологии детского возраста и его лечения. Спасибо и берегите себя.